Приветствую вас, Анастасия. Если честно, я не очень понимаю природу вашего вопроса, да, то есть, если это психологический вопрос, ну, то есть вопрос на тему психологии, то хотелось бы, конечно, как-то лучше понимать какой именно помощи вы ждете, да, в чем психологическая проблема ребенка, вот, потому что, ну, объективно, объективно я, вот, пока на данный момент именно психологических проблем у ребенка не вижу, кроме только, наверное, вот того, что он встает ночью, но это не обязательно психологическая проблема, потому что он хочет пить, он хочет, как бы, писать, это, ну, это, в общем-то, вполне естественно. Может быть, у человека такая физиология, вот, значит, ему в этом случае нужно просто помочь как-то самостоятельно справляться с этой историей, чтобы он не, ну, как бы, не привлекал вас. То есть, чтобы он не беспокоил вас, вот. А почему вы его кладете с собой спать в постель, если честно, вот мне не очень этот момент понятен, да, то есть, мне не очень понятен этот момент, вот. Потому как, потому как, ооо, и, кэм, у ребенка же нет проблем, именно с, эм, ну, именно с бессонницей у ребенка нет проблем. ребенка есть с проблемами именно, с чем состоит, вот и, соответственно, на это нужно обратить внимание. Вот, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, на это нужно обратить внимание. Может быть, речь идет о тревожности ребенка или о его стремлении, желании, значит, как-то вот побыть с вами. Тут нужно, конечно, ну, делать как-то вот анализ вашего взаимодействия, да, с ребенком, вот, потому что что-то в семье может мотивировать его, его, как себя вести, вот, правда, не совсем, не совсем понятно, что именно, но что там, вероятно, есть. Вот, ну, в принципе, на этом все, да, то есть, первое, это приучать самостоятельности, второе, это не брать его к себе, значит, спать, потому что я не очень понял, зачем вы его берете, то есть, ну, какая такая вот необходимость того, чтобы он с вами засыпал. Вот, то есть, я, может быть, может быть, я чего-то не понял, может быть, я, может быть, вы чего-то не написали, не написали, вот, но исходя из того, что сейчас, вот, исходя из того, что я сейчас вижу, ну, нет, на мой взгляд, никакой необходимости в том, чтобы ребенок, условно говоря, спал с ванной. Вот, это, в принципе, то, что я могу вам сказать, значит, понимаю, что информации достаточно мало, понимаю, что, возможно, мы ждали какого-то более такого, превентивного совета, конкретного совета, но, к сожалению, слишком мало информации пока что вы продолжали. Вот, если есть напряжение с вашей стороны, из-за того, что ребенок, ну, просыпается, если есть, вот, с вашей стороны напряжение, то это можно и нужно исследовать, то есть, почему вас это напрягает. Мне кажется, что вы слишком много берете ответственности на себя за ребенка, не позволяя ему самостоятельно как-то решить эту проблему. Вот, я сейчас подумал, что еще, может быть, элемент перевозбуждения у ребенка, вот, может быть, такой, может быть, такая ситуация, что он может быть просто перевозбужден, вот. Ну, это, конечно, не точно, да, но, тем не менее, он может быть перевозбужден и из-за этого устает. Тут надо смотреть уже на то, как он проводит время свое. То есть, ну, нет ли у него, нет ли у него такого рода факторов, которые его перевозбуждают. Вот, если, 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 эм, такие факторы есть, если такие факторы имеются, вот, то их, эм, крайне желательно исключить. Вот, потому что это ребенку на пользу не идет. Вот, ну, опять же, опять же, это анализ. Опять же, здесь только анализ нужен, потому что, вот, так сказать, эм, что конкретно происходит, да, с вашим, ну, с вашим ребенком нельзя. Вот, на этом все. Надеюсь, эм, что помог вам. Если понравился, э, мой ответ, э, буду вам благодарен, э, за его оценку, э, в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.